всем привет на канале удачи мы сегодня мы с вами продолжаем рассматривать поединки чемпионата мира и европы по кикбоксу по правил по версии всемирного союза кикбокса и весовой категории до 56 килограмм встречаются мишель крумпиц двукратная чемпионка мира по кикбоксу и ее соперница из греции стоматина байрактар сразу мне хочется сказать что все таки женский вот этот вот такой кулачный бой ну это не смотрится кому-то может быть нравится это зрелище кому-то нравится как женщины друг друга месяц и издеваются друг на дружкой на ринге по другому это никак назовешь но это все-таки не женское дело бить друг другу морды извините за выражение но тем не менее поединок с одной стороны был зрелищным красочным с другой стороны он был напряженным потому что естественно претендентка из греции хотела достичь пика в своей карьере завоевать пояс и снять два пояса скажем так уже со своей соперницы из германии напротив соперницы из германии хотела защитить свои пояса ну и добавить в коллекцию еще один говорю сразу в конце поединка да она выиграла мишель крумпиц стала чемпионкой мира весовой категории до 56 килограмм по кикбоксу по версии всемирного союза кикбокса но теперь давайте будем просто с вами смотреть весь этот поединок и делать выводы ну вот смотрите было просто просто удар ногой типа запугивающий или еще какой-нибудь я не знаю вот если ты бьешь ногой так не теряй энергию не нибудь не трать ее впустую наносишь удар наноси но женские все-таки вот этот боевой спорт неважно кикбоксинг или тайб тайбокс или просто женский бокс он откладывает отпечаток в первую очередь на здоровье я не говорю про внешности я говорю про здоровье внешность можно поправить при помощи пластических хирургов это сегодня для тех у кого есть деньги это не проблема но в целом женские поединки на этом чемпионате вы выглядели несколько скажем так мрачновато в сравнении с поединками между парнями между мужчинами объясняю свою точку зрения но потому что это смотрится несколько не то что наиграно несколько медленно не хватает скорости не хватает экспрессии хотя говорят что женщина а если она бьет то она бьет со всей силы с применением не только силы но и всего своего веса тела вкладывая все это в удар здесь ну как сказать обычный обычный размен ударами руками ногами и будет здесь один момент не знаю попал ли он в камеру или нет рефери это не заметил когда гречанка она у нас в черной в черной форме при ударе мишель она просто ногой мишель ударила ее ногой правой ногой в бок и гречанка стоматина байрактар просто-напросто схватила ее за ногу она схватила ее за ногу и буквально через пол секунды она ее пустила рефери этого не заметил хотя за вот такой вот захват можно было снять у нее пункты в любом случае в любом случае она проиграла она проиграла по пунктам хотя с ее стороны она по ней видно что она несколько крупнее чем мишель и казалось бы раз ты крупнее у тебя должна быть сила должна быть энергия в твоих руках и ногах для того чтобы вырвать победу у своей соперницы но к исходу вот сейчас у нас идет второй раунд к исходу второго раунда обе кикбоксер ши можно сказать уже выдохлись вы сами сможете это заметить проследив весь ход поединка от начала до конца в начале поединка в первом раунде шел хороший размен ударами руки и ноги все шло в работу весь корпус шел работу можно было сказать что да по пунктам первый раунд действительно принадлежал сопернице из греции второй раунд там было буквально небольшое различие по пунктам но его все-таки взяла мишель и в третьем раунде однозначно она выиграла то есть немка взяла взяла пояс она одержала победу в этом поединке хотя в третьем раунде она ох как хорошо как говорится получила в бубен от своей соперницы раскрыв лицо сняв защиту она просто-напросто схватила большую пилюлю в нос нос до нос ей сломали после поединка когда ей вручили пояс каждый считал своим долгом подойти к мишель и не сфотографироваться с чемпионкой мира по кикбоксу на память чтобы была у него своя фотография которую он буквально через полгода может быть через год максимум уничтожится своего телефона и даже забудет о том что он приезжал на это первенство посмотреть эти поединки и даже он забудет даже как зовут эту девушку которая выиграла пояс и вот когда перед вручением ей тренера и врачи утирали нос потому что кровь шла хорошо из носа была разбита переносица когда ей вручили уже пояс видно было что у нее уже нос с горбинкой блин вот честно скажу ну ребята вот со своей стороны я повторяюсь это не женский спорт это не женский вид боевого скажем искусства я не спорю они обязаны уметь драться случись что на улице чтобы уметь за себя постоять чтобы уметь дать сдачи не только за себя постоять но и защитить своих близких если у них парень к примеру такая девушка идет по улице со своим парнем а парень такой с бородой дровосека метросексуал тонкие ножки накаченные протеинами анаболиками бицепсы он прекрасно знает миллион причесок от своего в своем барбершопе знает как приготовить 15 или 20 различных видов кофе а за свой за себя ли за свою девушку постоять не умеет потому что ну не его это дело поэтому девушка должна уметь за себя постоять вот чем они и занимаются а на ринге они выступают для того чтобы доказать свое преимущество доказать свою силу доказать свои навыки в первую очередь соперником но потом уже может быть самим себе я честно сказать я записывал весь поединок все поединки записывал и у меня шла прямая трансляция на канале но вот к сожалению я просто устал смотреть в камеру когда вот говорят что недостаток оператора в том что он видит все окружающее через объектив своей камеры и вот это я ощутил на себе именно на этом чемпионате когда я снимал все поединки я не смотрел на ринг я смотрел именно в камеру чтобы держать все в объективе чтобы соперники спортсмены не уходили в сторону и у меня чтобы камера не была статична хотя действительно у меня было несколько моментов когда я спохватывался в самую последнюю секунду елки-палки люди где-то сбоку а у меня камера смотрит на пустой ринг но на ошибках учатся но тем не менее возвращаемся к нашему поединку довольно зрелищные все-таки шоу довольно жесткий с одной стороны поединок между женским полом но вот видите они уже они просто сейчас намечают удары друг на дружке не нанося серьезных увечья вот вот сейчас был хороший удар в лицо хороший удар причем двойной удар размен с одной стороны и с другой стороны и вот сейчас под конец поединка у них по факту уже известен победитель этого поединка это именно по пунктам возьмет победу мишель крумпиц и она станет уже трехкратным чемпионом мира по кикбоксу среди женщин на весовой категории до 56 килограмм по версии в кау всемирного союза кикбокса ну что ж давайте мы досмотрим этот поединок уже с тем звуком который был в зале мишель у